МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 22 июня 1941 года немецкие войска вторглись на территорию Советского Союза. Началась Великая Отечественная война. Застегнутые врасплох приграничные части и соединения Красной Армии были не в состоянии сдержать наступление врага, который стремительно продвигался вглубь страны. Война застала Красную Армию в период большой реформы. Вооруженные силы оснащались новой техникой. Менялась тактика применения различных родов войск. В рамках реформы планировалось улучшить и обмундирование армии. Причем эти планы были такими же грандиозными, как и все остальное. Но в условиях начавшейся войны многие из этих проектов пришлось срочно корректировать. За год до начала Великой Отечественной началась очередная реформа военной одежды. И основной причиной послужила война с Финляндией. По ее итогам подготовили целый ряд проектов, призванных скорректировать систему воинских званий и улучшить обмундирование военнослужащих. Первые и самые заметные изменения военной формы произошли у высшего командного состава. И начались они с появления новых званий. К началу 40-го года в Красной Армии уже существовала более-менее четкая структура персональных воинских званий, знакомых нам и по сей день. Лейтенант, капитан, майор, полковник. Но все они относились к среднему и старшему командному составу. А вот звания высшего командного состава больше напоминали должности Камбрик, Камдив, Камкор и Командарм. Их решили заменить. 7 мая 1940 года был издан указ Президиума Верховного Совета СССР. Согласно этому указу высшему командному составу устанавливались звания генералов Красной Армии. Поначалу изменения не затронули внешний вид одежды генералов. Но разработка новой формы и знаков различия, конечно же, началась. Руководство Советского Союза сразу решило, что одежда генералов должна отличаться от остальных групп военнослужащих и соответствовать столь высокому званию. Для окончательного утверждения требовалось некоторое время. Поэтому появление новой формы задержалось на пару месяцев. Наконец, в июле 1940-го вышел приказ Наркома обороны Семена Тимошенко. Этим приказом высшему командному составу вводились новые знаки различия и новая военная форма. Знаки различия генералов Красной Армии представляли собой звезды, которые размещались на петлицах. На рукавах полагалось носить золотые шевроны-угольники с окантовкой по родам войск. Надугольником нашивалась звезда. Всего было четыре новых звания. Генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник и генерал-армии. Звание маршал Советского Союза по-прежнему оставалось высшим. В период с 1940 по 1946 год для маршалов и генералов существовало обобщенное номинование генерала Красной Армии. Вследствие чего разработка формы одежды велась целиком для всей группы военнослужащих. Принятая в 1940 году форма высшего командного состава делилась по назначению на три вида. Походная, повседневная и парадная. Походная форма была цвета хаки и состояла из фуражки, кителя, брюк, бриджи и сапог. На зимний период предусматривалась папаха и двубортная шинель темно-серого цвета. Основой для повседневной формы служили те же фуражка и китель. Только брюки-бриджи были уже светло-синие. Если генерал находился вне службы, он мог носить китель и фуражку белого цвета. При этой форме одежды надевали темно-синие брюки на выпуске ботинки. Для зимы была предусмотрена двубортная шинель стального цвета. Парадная форма состояла из фуражки, однобортного мундира и брюк стального цвета. Такая форма носилась вне строя. Для строя полагались светло-синие брюки, заправленные в сапоги. На зимний период оставалась двубортная шинель и папаха. При создании военной формы для высшего командного состава опять пошли проверенным путем. Не стали изобретать новые. Обратились к уже готовым образцам. Например, за основу для походной и повседневной одежды взяли китель царской армии образца 1909 года. А при разработке парадного мундира немалое влияние оказала немецкая военная мода. Кстати, слова «китель» и «мундир» не были новыми. Согласно установившейся военно-снабженческой терминологии все предметы форменной верхней одежды подходящие под определение китель разделялись с поправкой на их назначение а в некоторых случаях особенности покроя. Традиционно китель предназначенный для повседневной носки называли китель или фреч аналогичный предмет парадного выходного назначения как правило уже называли мундир. Параллельно с одеждой для генералов Красной Армии разрабатывались изменения в обмундировании и для остальных групп военнослужащих. Итогом стал приказ 1941 года. Причем этот приказ вышел под грифом «совершенно секретно». Как правило постановление правительства и приказы по вещевому снабжению военнослужащих являются открытыми документами. Но в тех случаях когда затрагивается так называемая мобилизационная готовность особенно когда за вводимыми изменениями можно рассмотреть намерения политического руководства а также движение больших материальных ресурсов или просто какие-то резкие изменения в сторону ухудшения вещевого удовольствия мы наблюдаем грифы секретно и в очень редких случаях совершенно секретно. Этот секретный приказ не менял одежду военнослужащих кардинально. Новшества были направлены в основном на ликвидацию многообразия военной формы и приближение ее к обмундированию военного времени были отменены открытые френчи летчиков и танкистов также ввели единый цвет военной формы основным летним головным убором рядового состава вместо фуражки сделали пилотку эти и многие другие более мелкие проекты позволили уменьшить количество затрат на производство военной одежды вместе с тем в конце 30-х в начале 40-х в советском союзе численность вооруженных сил существенно возросла поэтому освободившиеся ресурсы направили на увеличение количества выпускаемой формы в начале 41-го года состоялся показ новых видов вооружения и обмундирования Красной Армии нарком обороны маршал Тимошенко подробно рассматривал представленные образцы как боевой техники так и военной одежды в целом обмундирование военнослужащих за исключением генералов Красной Армии не претерпело каких-либо существенных изменений фактически это была форма сухопутных войск образца 35-го года абсолютно новым был только парадный мундир для начальствующего и рядового составов так было реализовано давнее пожелание военнослужащих заменить надоевшую гимнастерку за несколько месяцев до этого показа на совещании начальствующего состава прозвучала речь одного из командиров стрелкового полка у нас форма одежды очень простая правда лучше гимнастерки для похода найти нельзя но в мирное время боец должен быть одет в костюм который бы стянул как следует его талию этим самым он будет чувствовать себя более благородно относиться к себе по-иному станет вежливым слова командира в полной мере выражали пожелания всех военнослужащих но начальник управления снабжения Андрей Хрулев поспешил отвергнуть предложение он заявил что ресурсы шерсти не позволяют одеть всю армию в суконное обмундирование однако присутствующий на заседании Сталин отчетливо дал понять что такой путь совершенствования формы одежды его заинтересовал спорить с вождем никто не стал и уже в январе 41-го парадный мундир для военнослужащих Красной Армии окончательно утвердили скроен он был по образцу парадной формы генералов основные различия были в ткани из которой этот мундир изготавливался также младшему начальствующему составу и рядовым изменили конструкцию воротника на первомайском параде 41-го года можно было наблюдать войска в новой парадной одежде но все дальнейшие планы по реализации изменений обмундирования были нарушены войной в первые недели Красная Армия потеряла в боях большое количество личного состава в приграничных округах противник уничтожил практически всю военную технику помимо помимо этого одной из самых серьезных проблем в начале войны стала потеря большого количества складов с обмундированием еще перед войной руководство Советского Союза разработало новую военную доктрину согласно ей Красная Армия должна была отразить наступление врага на границе и молниеносно осуществить контрудар для такой операции требовалось сосредоточение мощных сил и средств с этой целью практически все запасы военной одежды были сосредоточены на складах в непосредственной близости от государственной границы но война развивалась совершенно по другому сценарию противник быстро продвигался вглубь советской территории врагом было захвачено большое количество фабрик по производству ткани и пошиву обмундирования из-за трудностей в снабжении действующей армии уже в августе 41-го был прекращен отпуск нового вещевого имущества в тыловых частях о пошиве парадной формы разговора вообще не было вместе с тем первые недели войны показали несовершенство отдельных деталей военной формы к примеру блестящие знаки различия демаскировали командный состав в августе 41-го был выпущен приказ об изменениях в форме одежды Красной Армии на военное время этим приказом устанавливалось ношение знаков различия и петлиц защитного цвета ношение нарукавных знаков в действующей армии было отменено также в целях маскировки потребовалось сгладить резкие отличия генеральской формы с этой целью высшему командному составу выдали для повседневной носки гимнастерку и шаровары без лампасов законы военного времени требующие экономии вещей становились все жестче в марте 42-го Сталин подписал постановление об охране военного имущества Красной Армии за хищение и умышленную порчу обмундирования полагалась высшая мера наказания расстрел несмотря на большие потери личного состава боевой техники и нехватку обмундирования советские войска остановили продвижение противника и в декабре 41-го перешли в мощные контрнаступения и немалую роль в этих победах сыграла другая одежда она не являлась военной формой но в то же время поступала на снабжение войска в Красной Армии эта одежда проходила по категории теплые вещи еще в начале 20-х годов от военнослужащих нередко нередко можно было услышать нарекания на теплозащитные свойства военной формы поэтому в 24-м было разрешено ношение в зимнее время полушубков поддевок и валенок правда чтобы хоть как-то подчеркнуть принадлежность бойца к армии эти вещи разрешалось носить только при зимнем шлеме в дальнейшем теплая одежда совершенствовалась и дополнялась новыми предметами в 31-м году для караульной службы ввели постовой тулуп а кавалерии и конной артиллерии куртку на вате рядовому составу утвердили ватные шаровары а также стеганую куртку известную под названием телогрейка но пожалуй самые большие изменения в теплой одежде произошли непосредственно перед войной начальствующему составу полагались полушерстяной свитер и меховой жилет рядовому составу и курсантам установили двубортную хлопчатобумажную куртку на вате способную заменить шинель к началу войны теплые вещи были заготовлены в большом объеме и склады с ними находились не в приграничных зонах а во внутренних округах поэтому они не были захвачены противником осени сорок первого когда стала ощущаться острая нехватка форменного обмундирования теплые вещи пришлись как нельзя кстати их начали выдавать военнослужащим Красной Армии в том числе и добровольцам уходившим на фронт до конца войны теплые вещи оставались неизменным атрибутом советского солдата наравне с военной формой к началу 1943 года положение на фронтах заметно стабилизировалось конечно проблемы со снабжением еще оставались но они уже не принимали такого катастрофического масштаба как в первый год войны вся страна работала на передовую все для фронта все для победы эти лозунги висели не только на заводах по производству боевой техники но и в цехах текстильных фабрик и швейных мастерских улучшение дел на фронтах позволило руководству Советского Союза провести реформу знаков различия ее планировали осуществить еще в 42-м но потом реализацию этой идеи решили отложить до лучших времен по мнению руководства страны это время настало 6 января 1943 года именно тогда вышел указ Президиума Верховного Совета о введении новых знаков различия для личного состава Красной Армии этими знаками были погоны Введение в Красной Армии новых знаков различия погон было несомненным улучшением как показала практика наплечное размещение знаков различия является оптимальным для военной одежды ну и попросту погоны было гораздо проще надеть или снять в отличие от петлиц которые требовали кропотливого нашивания сама идея была не нова погоны появились в русской армии еще при Петре Первом погон был всего один и имел чисто прикладное назначение он удерживал ремень сумки от сползания с плеча вскоре на военную форму стали нашивать два погона и они уже использовались как знаки различия до 1917 года погоны были неотъемлемым атрибутом воинского костюма царской армии именно эти образцы и позаимствовало советское руководство Красной Армии утвердили прямоугольные погоны на погонах размещались знаки различия персональных воинских званий сержантский состав носил полоски офицерский состав звезды младший лейтенант лейтенант старший лейтенант и капитан маленькие звезды майор подполковник и полковник а также генералы носили средние звезды самая большая звезда была у маршалов Советского Союза претерпели изменения и шинельные петлицы они стали другой формы и превратились в простое дополнение погон вместе с этим новый вид петлиц добавили на парадные мундиры они размещались на воротнике и рукавах новые петлицы указывали на принадлежность к офицерскому составу или генералам введение новых знаков различия погон повлекло целый ряд конструктивных изменений отдельных предметов существующего обмундирования это выразилось в первую очередь замене отложного воротника на мундире кителя и гимнастерки стоящим воротником с одной стороны хочется сказать что это были естественные изменения а с другой стороны форма одежды стала сильнее напоминать форма одежды царской армии но изменения коснулись не только конструкции воротника например для рядового состава на снабжение опять вернули фуражку посчитали что так парадная форма с погонами будет лучше смотреться впрочем пилотку при этом не отменили она осталась основным головным убором при походном и повседневном обмундировании но не только введение погон повлекло за собой изменения в военной форме например в целях экономии на гимнастерке рядового состава убрали нагрудные карманы не забыли и про внешний вид командиров правда экономить на них не стали и в 43-м году утвердили повседневный китель для офицерского состава Красной Армии до этого он был только у генералов в марте 43-го военную форму официально надел и сам вождь страны его головокружительной карьере мог позавидовать любой солдат изначально не являясь военным товарищ Сталин сразу стал маршалом Советского Союза с этого момента он носил повседневный генеральский мундир с маршальскими погонами то что 6 марта 1943 года вождь возложил на себя погоны маршала Советского Союза это было не что иное как ответ на многочисленные пожелания и мольбы его подданных отметить себя как талантливейшего и наивысшего полководца до 1945 года особых изменений в военной форме не было но работы в этом направлении продолжались в 1944 советские войска успешно продвигались на запад были освобождены Украина и Белоруссия Красная Армия вступила на улицы европейских городов окончательная победа была делом времени в ожидании скорого военного триумфа руководство страны решило изменить парадное обмундирование маршалов и генералов посчитали что скромная парадная форма не годится для такого торжественного момента как праздник в честь окончания войны уже в апреле 1944 первые проектные рисунки легли на стол Сталина но он отправил их на доработку через два месяца готовые образцы снова представили вождю но проект опять был временно отклонен на этот раз причиной явилась неготовность текстильной промышленности обеспечить производство 12 тысяч метров новой ткани требуемого образца установленные сроки несмотря на грандиозные успехи Красной Армии и действия союзников победа над Германией была одержана только 9 мая 1945 года в конце мая на приеме в Кремле Сталин наметил день предстоящего военного парада 24 июня 1945 года на подготовку к торжеству оставался ровно месяц а новая парадная форма для маршалов и генералов так и не была одобрена в связи с этим Сталину немедленно представили давно заготовленный для этого случая проект одежды но вместо окончательного утверждения в него был внесен ряд корректив в итоге за основу парадной формы как для маршалов так и для генералов приняли двубортный мундир цвета морской волны эта одежда во многом походила на офицерский мундир царской армии только золотое шитье и погоны выполнили разумеется в духе социалистического времени вообще в первой половине сороковых годов военная форма очень сильно приблизилась по внешнему виду к дореволюционным образцам и это понятно царская армия имела за плечами достаточно длинную историю в течение более чем двухсот лет военная одежда постоянно изменялась и совершенствовалась и придумать что-то новое было достаточно сложно получается что признавая определенные недостатки военное партийное руководство стремились воспользоваться аналогами взятыми из дореволюционного прошлого в том числе и для поднятия авторитета определенной группы на служащих что как следствие отражалось на внешнем виде 24 июня 1945 года Красная площадь сводные полки одетые в парадную форму замерли в ожидании на трибуну мавзолея поднимается руководство страны командует парадом маршал советского союза Рокоссовской парад принимает маршал советского союза шуха все заворожены масштабностью действия и детали кажется не заслуживают внимания однако мельчайшие подробности зачастую бывают значительными мало кто знает что форму нового образца были одеты только маршалы и генералы принимавшие непосредственное участие в параде что касается офицеров то для них срочно пошили обмундирование по образцу парадной формы 43 года большинство солдат и курсантов проходило под стенами Кремля в мундирах изготовленных еще в 41 году до войны на них просто нашили новенькие погоны но и этой парадной одеждой не смогли обеспечить всех казачьи части были одеты в особую форму которую утвердили для них еще в 36 танкисты и вовсе были в хлопчатобумажных комбинезонах конечно присутствующие зрители не обращали на это внимание народ встречал солдат победителей солдат которые одержали столь долгожданную победу в этой долгой и кровопролитной войне подогнал «Симон» 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 Расшитый золотом двубортный сюртук и эпалеты с бахромой были категорически отвергнуты. Форма генералиссимуса появилась, но она выглядела гораздо скромнее первоначального варианта. Повседневное обмундирование генералов Красной Армии. Именно такую военную одежду выбрал себе Сталин. В этом костюме было одно существенное отличие. Стоячий воротник заменили отложным. Его для композиционного завершения решено было украсить шинельными петлицами. Придирчивый вождь отклонил и специальные погоны генералиссимуса. Он предпочел им знаки различия маршала Советского Союза. Начиная с середины 45-го года и до самой смерти товарищ Сталин будет появляться на людях, как правило, только в этом костюме. Любопытно, что новую парадную форму генералов и маршалов так официально и не утвердили, что не помешало ей просуществовать вплоть до 54-го года. Во всех документах она проходила с пометкой «Временное техническое описание». В первые послевоенные годы каких-либо существенных изменений в военной форме не происходило. Основные силы были брошены на восстановление разрушенного хозяйства страны. Отдельные изменения происходили только в вещевом снабжении. В связи с сокращением армии попытались одеть всех оставшихся на службе по положенным нормам, но и это в полной мере не получилось сделать. К примеру, правила ношения военной одежды, утвержденные в 43-м, предполагали наличие парадной формы для солдата и офицеров. Но на деле офицерский состав обеспечили этой формой только к 48-му году. К сожалению, добиться того же самого в отношении сержантов, солдат и курсантов не удалось. Но не только разрушенная экономика являлась сдерживающим фактором в дальнейших изменениях военной формы. Все послевоенные годы не получали утверждения практически никакие серьезные предложения по улучшению существующей формы одежды генералов и офицеров. Причем в некоторых из этих предложений, направленных на имя Сталина, содержались жалобы на возрастные изменения фигуры генералов, которым трудно втискивать себя в облегающий мундир старомодного покроя со стоящим воротником. Но Сталин оставался неумолим. Единственные серьезные изменения в военной форме, которые утвердил Сталин, произошли в 49-м году. И причина была следующей. В марте 50-го предстояли очередные выборы в Верховный Совет СССР. И к этой дате руководство страны решило подойти основательно. Планировалось устроить серьезную демонстрацию всего самого прогрессивного. Прогрессивной на тот момент была по большому счету только армия. Реактивные самолеты, новые танки. А вот обмундирование кардинально не менялось с 43-го года. Готовые проекты по замене военной формы, конечно же, были. Правда, в масштабах всей армии они оказались экономически неосуществимыми. Было решено в первую очередь осчастливить новую форму одежды только представителей выдающихся родов войск, какими по итогам Второй мировой войны были однозначно признаны авиация и бронетанковые войска. Полевую форму оставили без изменений. А вот парадную и повседневную решили сделать более демократичной в покрое. Этот покрой подразумевал открытый китель. Под него надевалась рубашка с галстуком. Такая одежда не была новой. В 30-х годах открытые френчи уже стояли на снабжении летчиков и танкистов. А в военно-морском флоте такой китель появился аж в 1921 году. Только у моряков он назывался тужуркой. Собственно, эту тужурку и взяли за основу. Немного изменив покрой и цвет, ее в 49-м утвердили для военно-воздушных сил и бронетанковых войск. Повседневная военная форма генералов ВВС состояла из фуражки, кителя, рубашки с галстуком и брюк-бриджей, заправленных в сапоги. При нахождении вне строя полагалось надевать брюки на выпуск с черными ботинками. Парадная форма отличалась от повседневной наличием золотого шитья. При этом кители всегда носились брюки с ботинками. Парадная и повседневная форма офицеров ВВС от генеральских образцов практически не отличалась. В качестве рабочей одежды летному составу полагалась кожаная куртка, которая надевалась поверх рубашки вместо кителя. Новая одежда офицеров бронетанковых войск во многом была схожей с образцами военно-воздушных сил. Только на парадной форме воротник у танкистов был черного цвета. Вся эта одежда предназначалась для генералов и офицеров ВВС и офицеров бронетанковых войск. Для всех остальных родов войск военная форма осталась прежней. Различные проекты улучшения военной формы еще неоднократно представляли на рассмотрение Сталина. Правда, в силу разных причин он их так и не одобрил. В 1953 году вождь всех народов умер. Хоронили Сталина в его любимом военном костюме. Трудящиеся столицы шли в колонный зал для великого прощания с гениальным вождем и учителем трудящихся Иосифом, Иссарионовичем, Сталином. Для многих людей того времени смерть вождя была невосполнимой утратой. Но вместе с тем открылись и новые возможности для целого ряда давно назревших реформ. И одной из них стала крупномасштабная реформа военной одежды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин